Селение Аджима-Жагат-Юртха Сырлтовского района – одно из небольших населенных пунктов муниципального образования, где на сегодняшний день проживает около 1200 человек и более 200 хозяйств. На территории муниципального образования функционирует Центр традиционной культуры народа России, сельское муниципальное образование, МУП «Восход», Средняя общеобразовательная школа, Фельдческо-Акушерский пункт и сельская библиотека. Руководит сельским поселением опытный и любящий свое дело Саидбек Шарпудинович Абдулбеков. Село входит в одно из лучших в районе. К примеру, план по налогам за землю и домостроение за два квартала здесь выполнили более чем на 95%, а по актуализации также на 85%. По словам Саидбека Абдулбекова, в селе 7 депутатов, из них 5 местного собрания. Все они, в том числе и социальные работники которых, здесь 4 человека, принимают самое активное участие в жизни села. Депутаты на своих сессиях обсуждают проблемы села и интересуются, чем живет сельское население. Говоря об основных проблемах селения Аджиур, Саидбек Абдулбеков отметил. Да, 800 метров, это очень хорошее для села нашего. Это благодаря нашему району действительно сделанная дорога. Это идеальная дорога, одна дорога. Но остальные дороги мы пустили грейдер. Тоже нормально, неплохо, но есть проблемы насчет дорог тоже. Но основная проблема у нас водообстановление в этом году. Нехватка воды, полностью села обеспечивают водой, водой мы не можем. Одна скважина? Одна скважина устаревшая, действительно, уже по документам тоже, она уже давнишная. А есть какие-то подвижки в этом плане? Продвижение в этом, мы стараемся, чтобы вода не закончилась, там подавать как-то, выкручиваемся мы. А Аксаевская линия есть у нас, которая строится, нам обещали помочь в этом плане, подсоединиться к нему. Когда они полностью сделают. Как они сделают, и это в крайнем случае, когда у нас вообще вода закончится, вот тогда отключимся. А так, основная, вот, острая проблема у нас, нашего села, это, действительно, водообстановление. А так, нормально все, налоги собираем, налоги у нас хорошие. Население, она у вас сейчас, основном, те, которые работают в государственных службах? Да, у нас в день, когда на государстве работающие, у нас, ну, школа ФАП, БУП. А так, в основном, в сельском хозяйстве? В сельском хозяйстве, в основном, да. Швард-моборство, в сельском хозяйстве, в сельском хозяйстве. Есть здесь и другая проблема. Это два берега, которые соединяют мост. Тут течением сносит землю у соединения моста с берегом. Сегодня еще проблема не дала о себе знать, но и все же она тоже требует внимания. Местной сельской библиотекой долгие годы заведует рукаедат Абдул-Кадырова. Книжный фонд составляет более 8700 книг. Читатели, в основном, учащиеся и студенты села. Заходит и сельская молодежь. Читает каждый по своему интересу. Основные читатели у нас школьники. Так как наши дети сейчас в каникулах, они побольше приходят, читают. И студенты. Ну, кто читает все книги. У нас в библиотеке имеются все книги по всем отделам. И дети читают, и взрослые приходят. Дети, в основном, наверное, свою детскую дизельтуру, сказки и так. Да, дети читают, основные детские. И студенты приходят тоже, и студенты тоже. У нас есть книги, у нас есть разные книги. У нас есть свои предметные материалы. А вот какие мероприятия у вас проводятся, скажем, культурные? С детьми, в основном, у нас проводятся мероприятия. Начиная с года, с января месяца, мы провели очень много мероприятий. Провели книгу детской литературы целую неделю, начиная с марта. Было очень интересно. Мы еще провели мероприятие за Инлаведу Батару Мурзаеву. Всем юбилярам года мы проводим мероприятие. И к этому же мероприятию у нас бывает книжная выставка. И делаем обзор книги тоже. Еще конкурс стихов Александра Сергеевича Пушкина. Мы у нас в школе провели конкурс у себя. Потом победителями поехали в город, водники тоже приняли участие. На конкурсе, да? На конкурсе. А так вы совместно с... Мы работаем совместно с директором СДК, школа. Все нам помогают, администрация. Вот самое последнее мероприятие, которое здесь проходило... У нас самое последнее мероприятие, здесь проходила книга, вот на той неделе, книга «Наш лучший друг». Беседу мы провели. Она проходила в библиотеке, да? В библиотеке проходила, мы это все написали, сдали тоже, и по плану она у меня была. А вот когда в последний раз у вас пополнялся библиотечный фонд? Библиотечный фонд у нас пополнялся в июне. В июне, да? В июне получили книги. И что за литература? А все литературы там были. Разные? А основной художественные. Художественные. И детская, и художественные. А так подписчиков много? Подписчиков, да. По плану у меня 415, а 387 пока на сегодняшний день. Книги возвращают, нет? Нет такой проблемы? Ну, бывает так тоже. Потом мы за ним шутим. Через полугода посылаете, да? Здесь же в одном здании сельского дома культуры располагается и кабинет заведующего ветпунктом Алибека Аблокадырова. Ветпункт обслуживает три населенных пункта Осмодерд, Семсерд и Аджиюд. Количество крупнорогатого скота составляет более 1300 голов. Ну, действительно, вот это три населенных пункта обслуживает Аджиюд, Аджиюд и Аджиюд, Семсерд. На этих трех селах 1300 крупнорогатого скота, около 500 мелкого и 4500 птиц. И в очереди там 8 и собаки тоже приблизительно 19. Вот это, поэтому во время работы такого спички тоже не было. Во время все, кровот уже помогает. А на протяжении тоже нет у меня. Ну, а вот общая эпидемиология, как, вот, насчет спичек, дебривания есть? Нет, нет. Нормально. В прошлом году действует, он был, а санатурами, дерматиком. Сейчас, в этом году, все нормально. Подъезжать так не было отсюда? Не было, нет. Ну, вам в работе, когда вы делаете вакцинацию, все это делаете, вам и помогают? Да, да, да. На фиксатор тоже выделяют, все нормально. Вот, вот это сайт Пега Глубейков, Иль, Уруспей, Рамазан, Дейш, Витяна, Водрина. Больно всем? Вот, вот. Всегда помогли, сейчас тоже помогают. Для них претензий тоже нет у меня. А так, условия для этого есть? Что бы стоило? Да, да, да. В Ростове есть, что есть. Мы также посетили и местную среднюю общеобзывательную школу, которым руководит Аббас Адельгиреев. В школе мы достали только работников хозяйственной службы, Марата Алимханова и Сабигат Мортазалиеву, которые только сели передохнуть от работы. Мы на это время закончили все основные работы внутри школы. Все классы покрашены, побелены, готовы. Вот 20-го наши учителя выйдут с отпусков, а они сами, это мелкие, свои классы будут оформлять. Все готово, их тоже, просто по местам, какой, куда, они сами знают, сделают. У нас остался наружный во дворе работы, мелкий, и после 20-го, и сейчас тоже, мы к этому времени, 1 сентября, у нас будет все готово. То есть к приему учащихся в школу будет? Да, к приему учащихся, все будет готово. Мы все сделали и делаем, и будем делать так, чтобы нашим учащимся понравился, было удобно, прекрасно, чтобы они могли провести учебный год и дальше. Мы работали в трое, кожуло, зарган, шахват, разумруд. Даже месяц не работали, мы здесь покрасили, попили, все, что мы смогли, сделали. На улице посмотрели, цветы, травы, все сделали. То, что мы смогли. Директор и Марат, все вместе. Сейчас тоже буду работать. То, что осталось, мелкие работы. Там, мне щетки осталось, нам красить, это вот и красить, остальные все мы сделали. К сожалению, побеседовать с заведующей местным фельдшерско-акушерским пунктом Азизой Муртазаевой нам не удалось. Она, как нам объяснили, пошла на вызов к больному, а другая работница ФАПа, детская медсестра, находилась в отпуску. Это был один день из жизни села Аджима-Жигатюрт Хасавюртовского района.